Это беспрецедентное преступление в истории человечества. За 100 дней убито более 23 тысяч мирных жителей, 70% из которых – женщины и дети. И все это видит весь мир. А раньше никто не знал о преступлениях Израиля, заявил доктор Муса Абу Марзук, один из основателей движения «Хамас», в интервью «Правда.ру», будучи с визитом в Москве. На вопрос журналиста о предполагаемых последствиях атаки 7 октября доктор Марзук сказал, что агрессию в таком размере лидеры «Хамас» не ожидали. При этом он отметил, что «Хамас» планирует выиграть войну, обозначив два варианта. За счет, как он выразился, стойкости палестинского народа, ведь палестинцы не принимают другую землю в качестве родины и не покинут газу. И второй – успех в военном сопротивлении израильской армии. За прошедшие 100 дней враг потерял тысячи танков, сотни погибших солдат, несколько тысяч раненых, сказал лидер «Хамас» и добавил. Вначале в Израиле заявили о своих целях и думали, что за неделю смогут их все реализовать. А сегодня уже идет 106-й день, и они не достигли ни одной цели в Газе. По его словам, на данный момент израильская армия отступает, и «Хамас» восстанавливает контроль над территорией. В Россию же лидер «Хамас» приехал за поддержкой. Россия имеет контакты со всеми палестинскими силами, поэтому мы обсуждали перемирие с Фатхом и другими палестинскими организациями. «Мы стремимся к тому, чтобы роль России в международной политике была более активной, особенно в противостоянии с политикой США», заявил Марзук. Как отметил лидер «Хамас» с коллегами из России, он обсудил также освобождение военнопленных, которые имеют двойное гражданство – израильское и российское.